Есть еще такое заболевание, да, вот почему болит спина. У меня была очень серьезная проблема последние несколько лет. Обследование, они говорят, ты абсолютно здоровая. А у меня болит спина. У меня все в порядке. А у меня болит. Я припрашиваю, у меня болит. Они говорят, вы здоровы, мы ничего не можем... У вас идеальный анализ крови, у нас там все проверили, у вас все хорошо. И проблема была в том, что здесь, почему у меня болит спина. И жил в фибромиалгию. Но для того, чтобы подтвердить этот диагноз, я обследовалась даже на системную красную волчанку. То есть когда они... Вообще фибромиалгия – это такой диагноз, который очень тяжело поставить. В нетрадиционной медицине он определяется набором точек. То есть есть точки на спине. Если ты надавливаешь и там больно, то, возможно, это фибромиалгия. Но на самом деле чаще всего ставят метод исключения. Когда других причин нет, врачи ставят фибромиалгию. И чаще всего она имеет нервный характер. То есть если ты долгое время находишься в стрессе... Да, у меня просто... У меня были очень тяжелые. Очень тяжело я перешла. Очень много всего было не очень позитивного. Вот. И именно из-за стрессов у меня начали спина. И как раз-таки, когда я узнала, что у меня фибромиалгия, и я изучила вопрос, я методом проб и ошибок с помощью консультации с тайскими травниками, с некоторыми фибромиалгией, я убрала несколькими вещами. Одна из вещей, которую я хочу порекомендовать, это астаксантин. Это из красных водорослей. Сколько я его выпила, это... Но у меня еще год назад у меня был инсульт. И вот с помощью астаксантина и мукуны жгучей я полностью восстановила за 2 недели. Просто нервная, а где-то это было полтора года назад, а этим летом я сделала МРТ-мозг и выяснила, что у меня там рубцы от инсульта. И врачи были в шоке, что с такими рубцами я вообще хожу. Я адекватная, обменяемая, разговариваю. Вот эти 2 препарата, они буквально спасли меня от парализации. Потому что сразу после пью, чтобы я это все накатила. Астаксантин – это один из самых сильных антиоксидантов, сильнее, чем витамин Е. Но здесь он идет с добавлением витамином Е. Вся прелесть его в том, что он нормализует иммунный ответ. То есть если есть фибромиалгия, что это такое? Это из-за повышенного стрессового состояния, иммунитет, он немножко нарушается иммунный ответ, и возникают болевые ощущения. Идет напряжение, идет как бы такая защитная реакция. Вот астаксантин, он как раз-таки успокаивает иммунный ответ и его нормализует. У меня мама, я вообще маме брала его для глаз. То есть у меня у мамы упало зрение после смерти отца, и она начала пить вот этот астаксантин. У меня мама у вас была в гостях, когда у меня случился приступ, я его накатила. И за месяц, через месяц, ну это как бы мой личный прием, результат. А мама через месяц приема астаксантина заметила, что у нее на ногах пропала сосудистая сеточка. 56 лет у женщины просто пропала сосудистая сетка на приеме вот астаксантина. Дальше, что еще очень хорошо при фибромиологии помогает, это яксайсен, это тоже тайский препарат. Как видите, здесь все на тайском полностью. Вот здесь вот только как принимать на английском? На тайском у них вот есть штрих-код, 40-годности, все вот есть. Вот. Вот эти вот капсулы, здесь тоже идет сбор тайских трав. На тайском я его не зачитаю, на памяти я его не помню. Но вот эти вот капсулы, они тоже очень эффективны при болях в теле, причем неважно, да, или у вас там какие-то повреждения, или проблемы с мышцами, ну, или проблемы с сухожилиями. Вот этот вот препарат, он очень хорошо снимает боль. Вот. Ну, вот Эринжи, которая с самого начала про него говорила. Но с ним поосторожнее, с ним лучше не баловаться. Для профилактики его лучше не пить. Его лучше пить, если у вас есть проблемы, вы хотите выйти из болезни, потому что это иммуностимулятор, а иммунитет – это такая вещь, в которую лучше сильно не вмешиваться. Вот. Сказала? Все-все-все-все-все-все. Так, а теперь скажите... А, вот еще очень классная вещь. Эринжиология – это эврекома длиннолистная, или, как ее называют еще, тонкат-али, а в России его продвигают как сутка средства для потенции. Но на самом деле в Таиланде, в Таиланде для потенции как раз таки продвигают муку на жгучую. Вот она тоже, капсулки. Но я муку на жгучую пью с другими целями. Она восстанавливает нервную систему, она восстанавливает организм после стресса, помогает нормализовать эмоциональный фон. Но ее лучше не принимать с алкоголем и с химическими препаратами. Эврекома длиннолистная, вернемся к ней. Эта штука очень, кстати, интересная. Она снимает боли в теле. Ее пьют здесь, когда люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Также эту штуку пьют спортсмены, потому что она стимулирует выработку гормона роста. И также благодаря этому гормону роста она помогает женщинам приобретать более стройные формы. Я люблю пить этот препарат, потому что он дает мне энергию. Он дает мне больше энергии. То есть, когда я пропиваю курсом, я могу меньше спать, и при этом у меня прям так энергия прет. Я могу больше всего сделать. Вот когда мне... У меня такой период, когда у меня нет возможности спать, да, 8 часов, как нормальный человек, когда у меня слишком много всего накопилось, мне надо было сделать прорыв, я пью вот эти капсулы. А еще вот в фибромиологии, если у вас какая-то стрессовая ситуация, тоже вот капсулы для восстановления мозга. Они идут с витамин... Здесь и фиш-ойл, фиш-ойл... Масс... А, рыбежир. В общем. Здесь идет витамин рецитин, и витамины группы В, и цинк, и куча всего. Вот эти капсулы тоже очень эффективные. Выбор вообще большой, и вы сейчас спросите, да, а что нам вообще принимать? Вы столько всего рассказали. Каждый человек индивидуален, и каждому нужен свой подход. Нет такого, что я скажу, вот, супергрейп, покупайте от всего, он от всего поможет, будет вам счастье. Нет. У каждого свой набор. Каждый человек индивидуален, у каждого свои какие-то нарушения. И для того, чтобы понять, какой препарат лучше подходит, нужно как раз-таки посмотреть, прислать список того, что у вас есть, желательно с каким-то обследованием, если у вас есть уже какой-то диагноз, да, подтвержденный. Я на самом деле, несмотря на то, что я сама увлекаюсь тайской традиционной медициной, я частый посетитель госпиталей. Почему? Потому что я хожу туда обследоваться. Один из самых главных залогов успеха в лечении, это правильно поставленный диагноз. Поэтому за диагнозами я любую ходить обследоваться, да. Я очень часто говорю, иди отсюда, ты здоровая. Я говорю, слушай, давайте мне это обследовать, давайте мне это. Говорю, слушай, давайте деньги тратить, иди уже отсюда. Просто я знаю, что я здоровая. Не все это понимают. Я когда в России проходила, тоже у меня муж говорит, вот, я тебе не доверяю, иди в России. Я там в России пришла, мне говорят, вы вот флюорографию, вы делаете зачем? У нас с работы направлено? Я говорю, нет. А зачем вы тогда делаете флюорографию? Я говорю, ну, у меня инферет, в каком состоянии у меня легкие. Врача вообще шок. Делать, говорила, что планы осмотра. Я говорю, у вас от организации? Я говорю, да нет, я вот сама. Зачем вы добровольно идете делать осмотр? Ну, для машины мы техосмотр делаем регулярно, регулярно, а вот почему-то своего тела мы техосмотр делаем крайне редко. Вот непонятно, почему есть такая ситуация.